Сегодня мы не будем ничему учить, сегодня как поступительная лекция, чтобы просто идеологию донести, чтобы потом понимать, о чем мы говорим. Сами вообще курсы, когда мы проводить, это уже решим в конце, когда удобнее, потому что мы же заранее не знали, из каких групп больше народу придет, чтобы в это списание построиться. Вот и поскорились, и я проскорил то, что, я думаю, что 15 человек в мире, я проскорил. Вот параметризм. Сначала расскажем в целом про то, что происходит в мире в этом направлении, а потом уже в чем мы вообще делаем. Практически, может быть такое, зачем. Параметризм – это стиль, который основали Захахадет и Патрик Шемахера в 2008 году. В 2008 году вышел манифест. Манифест есть на английском, на русском он переведен очень криво. И, ну, если кто ходит почитать, то лучше на английском почитать, если понимали. Там долгое время только заходил и была параметристом по единственному в мире. Ну, и там, ну, пару-тройку потом студии всего этим занимались. И это потому, что для того, чтобы создавать параметрические формы, надо было архитектору либо стать программистом, либо иметь возможность себе нанять программистов. Ну, вот что она и делала. Потому что в параметризме там совсем другое, другая этапность проектирования. И там компьютер становится инструментом придумывания, а не рисования, там, не рендера, не распечатывания. Вот, и они, так, Закхакадит и ее студия, они делали на текстовых языках программируемые свои скрипты. Поэтому это, в общем-то, не выходило за стеной их студии. Такое было уникальное. Потому что, вот, если бы мы сейчас сказали, что будем учить языку программирования, то никто бы не пришел после Закхакады. Вот, все изменилось, когда пару лет назад... А, ну, это все видели. Это те проекты, которые реализованы и которые чисто параметрические. Которые еще не относятся к деконструктивизму, как к более раннему этапу заехали. Вот их, в принципе, это и все. Вот. Все изменилось в параметризме пару лет назад, когда появилась такая слеза разработки Гроскопера. Гроскопер — это плагин Крайна. Вот в Гроскопере программы, ну, скрипт, который мы там ставим, выглядит так. Там мы не текстом пишем программу, а составляем из блогов. И поэтому все получается очень наглядно. И архитекторам, дизайнерам, художникам, скульпторам, ювелирам — это все очень понятно и наглядно. И появление вот такого Гроскопера породило такую волну во всем мире, когда тысячи теперь уже параметристов среди разных представителей разных искусств. Вот это карта посещений с сайта Гроскопер Ком. Это такая социальная сеть параметристов, которые со всего мира студенты, молодые архитекты укладывают там свои работы. Все там полазите. Там, чтобы все работы посмотреть, это где-то сутки надо, сутки на это уйдет. Вот мы сейчас покажем самые такие на наш вкус, самые лучшие из этого сообщества. Это все сначала покажем проекта, то есть это рендеры, это не фотографии реализованы, а реализованы потом покажем. Вот тут многие из этих вещей, вот Гроскоперы, делают довольно просто. Вот эти, не очень сложно. Ну, на самом деле, это так же просто, как в скетчапе в два кубиках сделают. Но некоторые вещи, они уже намного сложнее. Вот тут их очень много, так что их очень много, и они, в принципе, похожи. Вообще, вот там, в маниферстве параметризма Шумахер там такие стилевые рамки создал, как табу и табу и табу, и табу и табу, и табу и табу, и табу и табу, и табу и табу. С этим можно, конечно, не соглашаться, и многие, кто работает в Гроскопере, нарушают эти табу и табу и табу. Но там, ну, самые вот такие основные, это избегать простого сопоставления, не связанных с тем. То есть, если просто композицию составлять из разных объектов, это уже не параметризм. Параметризм там вообще, это уж скорее не композиция, а это единая форма, которые, если считать, что где-то элементы есть, они друг из друга перетекают, они не просто рядом стоят, не составлены. Составлять нельзя. Еще табу – это избегать простого повторения. То есть, а из одинаковых каких-то элементов, то есть простой метрический ряд уже тоже. Ну, а табу – это то, что должны перетекать. Вот этот не параметризм сейчас был. Это просто метрическое оформление. Тут только фасад покрасили. Вот это тоже, скорее, хаэнтек. Про такую догму – это лучше сами почитайте манифест там. На ладу губов. 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 Вот пошли реализованный проект. Ну вот, наверное, не сейчас, а уже когда занятия будут, как-нибудь там минут на 15 вначале расскажем про технологии производства параметрических форм. Потому что параметризм… давай остановим. Параметризм, он выстраивает всю систему заново, всю кухню. Там не только вот картинку нарисовать, не только архитектурную часть проекта сделать, а полностью до самого конца, до самого строительства. Потому что, если бы захватит, допустим, она только картинки делала, то в этом никакого смысла вообще не было. Потому что отдать любому конструктору или кому он это никогда сам не сделает. Поэтому здесь архитектор должен все до самого конца сам проделать. Параметризм архитектор. Вот самые такие… Это вот где-то год назад уже потеряли популярность. Такая вот система, когда из вырезанных из плоского материала спазмами друг к другу поставляются детали. Ну, эти все детали, они рассчитываются тоже… Ну, скрип делается в Гроссопере, в который создают все эти детали. Потом это можно вырезать автоматически, там, отрезере и просто соединять. Вот из этой технологии самый прикольный проект, наверное, это будет интерьер ресторана. Потом уже час уже это не так понятно. Вот кирпичные арки такие. Тут он, конечно, выглядит не круто, но тут эксперимент такой, что как Гауди делал, сколько там лет назад. То есть тоже смоделированы были цепи, которые гравитацией, как бы, провисают только вверх. Там Гауди же тоже, я на самом деле, проектировал. Многие правильно слышали. Вешал цепи, из них делал макет, потом переворачивал. И, во-первых, такая система позволяет очень сложные такие арки делать, чтобы они при этом не развалились. Ну и, во-вторых, это создает такое дектоническое впечатление, как будто она не опирается на землю, а держится на землю, чтобы не лететь. На нее гравитация вверх есть. Вверх есть, а не вниз. Тоже из сечений. Это вот такие вещи из сечений просто делают эту скамейку. В общем-то, эти курсы, почему вы сейчас начали, тогда еще до сплошника до всего, потому что 15 апреля мы хотим, чтобы не просто какие-то примеры абстрактные делать, а на конкурс 15 апреля, до 15 апреля, до 2, там городская мебель. Но это очень простое задание, и поэтому вот на его примере хотели вот там за сколько, за 4-5-6 занятий, случается, чтобы все сделали каждый свой проект на этой комнате. Из ящиков пивных. Ну, а что такое? Это уже сам скрипт посложнее здесь сделан, и уже произведено на 3D принтере. Поэтому вот это такая маленькая вещь. Вот сейчас в последнее время, смотрите, в последнее время модно стало делать такие поверхности из ячеек. Это как стоит, ввела термин скин, но по-русски кожа не говорят, не переводят в термин. Лучше оболочка говорить. Оболочки, которые разделяются на ячейки по какой-нибудь сетке. Ну, сетки могут быть разные. Здесь просто квадратная сетка. Не квадратная, но я не знаю, она просто натягивается на оболочку. Потом, каждая ячейка уже, там, какие-то развертки уже создаются, там, выждаются на фрезере или на лазерном станке. Вот тоже оболочка. Ну и то, что мы делали на фестивале города, и здесь это вот тоже, в принципе, оболочка. Это уже тут другое, там все вообще. Это на фрезере вырезано из фанеры, из слоев составлено. Куберметризм в России. Вот на всех. Есть такая инициатива, очень большая зрение. Ее основали выходцы из Морки, КГХ, ГАСУ и все. Вот. И они, как-то, создали их сайт, создали там. Ну и вообще, вот они хотят объединить всех фармитристов в России. И вот, и они ездят по разным городам. И тем не менее, там, в Пермь приедут, и в Москве на Стрелку тоже они каждый год там строят вопшопы. И на всех лекциях, когда у них заходит речь про фармитризм в России, они всегда вот картинку показывают в начале. И вот, кстати, сегодня вот в 8 вечера подключится, Филип Касс подключится, расскажет про Тожку и Тленя. Еще там, как его, Андрей Павлов. Андрей Павлов, он не точно, но тоже может подключиться, он в Харкове, в Украине. Он даже к Тлене не относится, он сам к себе там тоже в Харкове построил. И вообще, в России такие две организации, которые более-менее что-то создали, материальный фармитризм, если есть Штолбейкеры и, ну, вторую дальше вот это, есть Штолбейкеры, они, наверное, самый большой объект, который они сделают. Это год назад. До осени они как бы распались официально, но они по отдельности что-то там продолжают делать, во всем, кто там участвует. Это интерьер павильона «Роснано» на выставке «Экспо-2010» в Шанхайе. Здесь, где «Параметризм в России», а только реализованный проект, чтобы показывать. То есть это реализовано. Ну, дальше попроще, это «Скарменничка». Вот, это другая организация, единственная в России, которая умудрилась продавать «Параметризм». Не в виде архитектуры, а в виде мебели. Но они считают себя, называют себя архитекторами, и они создают мебельную архитектуру. А вот, «Параметризм» умели оставить. Потом вы ехали. Непонятно, что. Гроб. Вазочка. Вот такие пять штук строили. Вот такие вещи. Мы вот в Москве были. Потом «Глаза» увидели. А здесь слишком очень стояло. Но они очень круто сделаны, очень качественные. Так, и теперь это вот всё. Это был городский экскурс «Параметризм», который сейчас в мире происходит. Теперь вот самое главное, зачем мы вообще всё это делаем, зачем вас сюда позвали. И сейчас у многих будет такой подхёрд, и у многих отторжение такое вызовется. И для нас самые важные люди среди вас – это те, у которых не будет отторжения. Вот ради них мы и все эти курсы будем проводить. И ради этого всё отстывается. В общем, мы хотим сделать программу, которая полностью заменит архитектор. Будет проектировать самостоятельно. С этой идеей вообще всё началось. Изначально мы «Параметризм» как бы откопали только вот уже исходя из этой идеи. Потому что это самое автоматизированное направление в архитектуре проектировано. И этой цели как бы всё и посвящено. И уже год мы вот этим занимаемся. Мы хотим, чтобы кого из вас мы научим, чтобы нам присоединились. Сейчас сначала я объясню, что из себя представляла идея в самом начале, год назад. И не как вот сейчас мы её представляем, а вот со стороны как она, с самого нуля. Но что эта идея изменила бы, если бы реально уже сейчас реализована была? Во-первых, программа, в отличие от человека, она бессмертна. То есть человек, архитектор, когда он должен несколько десятилетий своей жизни сначала учиться, чтобы потом пару десятилетий поработать, потом умереть. И дальше, следующее поколение опять двадцать лет, там, двадцать пять лет учится, чтобы потом поработать и опять умереть. И если какие-то архитекторы создают какие-то теории, стили, направления, они всё это пишут в тома, где их никто потом не читает, даже если читает, то не понимает. И в итоге даже то, что они после себя оставляют, всё равно умирает. А программа, она может развиваться неограниченно долго, потому что она бессмертна. Дальше. Неограниченное копирование. Программа может находиться хоть в скольких годах на местах одновременно, хоть на каждом компьютере в мире. Захахадид, она проектирует там, ну, там, по нескольку проектам в год, построенную всего там, по пальцам можно перечитать. А вот если бы Захахадид была программой, её можно было бы скачать с интернетом, поставить на любой новый, то представьте, насколько быстрее бы развивалась архитектура в мире, когда настолько доступно было бы проектирование. Неограниченная сложность. Архитекторы давно... Архитектура в своём развитии давно пересекла такую черту, когда все знания могли поместиться в голове одного человека. Это в античности в перешней. Когда там архитектор, он был и начатом двухстройки, и всё в одном. Сейчас для каких-то крупных проектов создаётся и работают большие команды. Там есть вот стерки, это может и больше быть. И каждый там какую-то свою специализацию имеет. И получается, всегда, как какие-то возникают либо противоречия, либо сложности в организации, никогда несколько человек как команда не объединятся в единый разум. Потому что он просто не настолько человек может много информации передавать другим и принимать. Поэтому всегда большая команда будет менее эффективна, чем единый разум, который как сумма этой команды. А у программы нет такого ограничения в сложности. То есть она может решать любые сложности задачи, оставаясь как бы единым целым. Ну и главное отличие вообще машины от человека. Это программа быстрее, точнее человека. Она будет постоянно трактировать. И не нужно ни есть, ни спать, ни отпуск, ни зарплата. Не будет ни депрессии. Ну, в общем, понятно. Не будет ни депрета, да. Вот. Это всё было вот с самого начала, как вы представляли. Сейчас всё более как чётко что-ли стало. В сегодняшнем понимании давай в будущее. Как в будущем будет представлять, что будет представлять из себя эта программа? Это будет как активная база знаний. То, что сейчас архитекторы, теоретики и просто там вкладывают в общую копилку там свои и теоретические разработки, проекты и всё это вот. Потом другие из этой копилки берут, дальше развиваются. Вот это всё, эта база знаний, она пассивная. Она лежит в библиотеках, на жестких дисках, на серверах. И сама по себе она не работает. И если бы не книжки писали архитекторы, а программу развивать, тогда эта база знаний, она бы работала сама по себе. И не нужно было бы заново изучать всю эту базу, чтобы что-то в неё добавить. То, что раньше создали, она бы сама уже в себе работала. Но можно было бы намного быстрее развивать. Ну и в настоящем такая вот цель, даже если она неосуществима, она, как любая утопия, она позволяет, как пытаясь её достичь, чего-то достичь, как бы всё равно чего-то большого. И позволяет по-другому посмотреть вообще на архитектуру, на образование архитектурное. И у этого уже плоды сейчас, мы считаем, есть. Всё, что до этого я рассказывал, это было, ну, про крометризм, это было как изучение мирового опыта. Но у нас деятельность из двух состоит в больших частей изучения мирового опыта и создания чего-то своего. А сейчас расскажем, о чём мы своё делали. Первое – это создали сайт Китека 3 марта 2011 года. Она, этот сайт у нас не просто, чтобы был, а как основной инструмент, как копилка у вас знаний, которые мы используем, для того, чтобы упорядочивать всё, что находим, всё, что придумываем. Вот так выглядит сайт. Там, какая-то статистика, она, правда, на феврале только какой-то, может, если прощёлкать, вот такой охват. Ну, в общем, популяризируется постепенно за счёт этого сайта тоже. Проекты. Ну, мы осенью 2011 года, вот, в группе у себя несколько человек, это у тебя люди, не в ноябре, там. Несколько человек играли и решили их научить городскую переработку. Вот. Чтобы не просто какие-то примеры показывать, то же, мы сразу поставили целью конкурс. Это фестиваль города. Хотели то, чтобы каждый свой проект сделал на этот фестиваль. Ну, так вот и сделал. Это именно делал. Давай сама расскажем проще. Ну, собственно, я расскажу о тех плюсах, которые дал нам гроскопер разработки этого проекта. Дело в том, что, ну, была идея сделать лабиринт. Тема фестиваль была огонь и лёд, и поэтому мы решили сделать лабиринт в виде такого, ну, как будто бы костра, но изо льда. Вот. Технологию, мы уже придумали, что это будут трубочки изо льда. Вот. Но как их выстроить? Мы знаем, что у нас есть какие-то проходы по метру, например. Мы задали эти проходы на определенных радиусах. Вот. А их расположение и форму вот этих лепестков мы уже искали как раз в программе. по алгоритму. Вот. Мы меняли, там, форму лепестков, задавая разные функции, например, там, параболы, там, и так далее, все эти разные функции. Функции, это математические? Да, математические функции, сложные. Вот. И вот эти остановились под такой формой. И вот самая, наверное, полезная вещь в этом то, что, когда мы, например, меняли количество радиусов или меняли расположение проёма, вся модель у нас перестраивалась тоже. То есть нам не нужно было перестраивать модель для того, чтобы посмотреть, вот это красиво или вот это вообще как бы практично. Не окажется ли так, что у нас там входы рядом друг с другом оказались. То есть мы смотрели это уже параллельно с тем, что мы двигали вот эти параметры нужные в алгоритме, и у нас уже модель вся перестраивалась. И то же самое у нас, собственно, происходило, когда мы делали проекты на фестиваль «Города» и на фестиваль, который у нас здесь проходил, на архитектурной среде. Ну, как раз так вы рассказали. Это ещё на «Города» будет проект. Мы там несколько проектов сделали, это «Глии» и делали. Ну, там всё просто. Спиралька, ёлочка, огонёк. Ну, здесь ещё и в «Умире» тоже, и во всех проектах производство тоже заводили. В «Умире», допустим, там показаны… Вот здесь не видно, там высота и цвет каждого цилиндра. И, там, точно по этой высоте, если отрезать эти леденицы лидер, которые заранее в трубе, как в ополонке, думаю, что заливать будем, то можно вот такие вот, ну, по функциям, по графикам, изменяющиеся столбики можно сделать. На глаз это сделать получилось бы очень плохо. Ну, и не так совсем. Вот, а здесь не видно, вот развертка каждого треугольника и поворот каждого треугольника у нас «Гроссопер» нам выдает. То есть можно было бы построить просто вот по этим, по размерам этих треугольников. Этот проект уже реализовали. Он, у него производство, правда, было совсем не параметрическое, это ручной собирали, но есть только проектирование параметрическое. Так он был где-то живое. Собирали из поэтиленовых мешков, наполненных водой. Как кирпичную кладку, он без мешков делал. Вот остриями, даже тут, там уже. Остриями, получается, наружу. Там складывали рядок, он замораживался, следующий ряд складывали, он замораживался, следующий. Это был наш второй второстепенный объект. Основной был вот этот. Тот, когда время оставалось, делал из мешков. Этот, вообще, сам проект, мы делаем в «Сетиваль следы», который у нас в Уфе. Ну, когда награда поехали, там тоже его показали, и он больше понравился, чем все другие. И они сказали его строить. Мы слегка изменили, получился вот такой. И, давай, снова назад. Вот это отличается тем, что там выше арки стали, вообще форма изменилась, как следующая. Если бы вот здесь уже, ну, другое все равно. Если бы это вручную такие, ну, так вот переделать, другой вариант проекта сделать, это нужно было, по сути, все заново делать. А вот здесь мы просто, там, чуть изменив параметры, подвигав точки, у нас получился совершенно иной проект. Так он выглядел построенным, там, ну, есть с подсветкой, там первая фотка была без подсветки, с фонариком, скрепт бегал. Днем так выглядел. Ну, это уфимский. Это ткань, пропитанная водой из мороженой. Это как спроектировали сначала. Вот две дергают точки, вот эти вот. Форма сама перестраивается уже. Мы только параметры меняем, то есть расположение точек. Сейчас вот покажется, как она расслабляется. Это, как резиновая поверхность. Вот она так стягивается. Потом, получается, оболочка такая, ее мы разделяем по сетке вороновой. Что такая сетка вороновой, как и идет, она очень. Разделяется на такие ячейки, которые у нас по размерам на развертках все вот эти ячейки выдают сразу. Мы сразу распечатывали, вырезали из ткани, сшивали мы с собой на машинке. Потом, потом уже натягивали на каркас, плевали водой и замораживали. Вот так. Это велосипедный павильон, я делаю на конкурс. Там он вошел в счет лист, из восьми лучших работ, но места не занял. А из тех, которые на городе и на следы, на следах первое место занял. Вот обе. На городах там, так как таких высоких мест не было, так что он не я сказать, какое место занял. Это велосипедный павильон, здесь главный прикол в том, что он из труб гнутых, они все по дуге выгнуты и радиус дуги и длина трубы для каждой дуги, они нам автоматически выдаются. То есть у нас в такой схеме сборки все дуги пронумерованы, у них у всех там в таблице показаны значение длина и радиус, и их можно там на станке, который у меня от трубы, там сдается радиус. То есть это все для того, чтобы можно было произвести, чтобы это не просто картинка была, чтобы можно было построить. Это все были проекты такие, как в обычном в таком мейнстриме фаллиметризма, что ли. Там ничего особо нового в них нет, так во всем мире, в принципе, похожие вещи. То, что до этого показывал, до объекта в час, такие теоретические эксперименты, которые уже приближают к изначальной идее. Ну зачем? К изначальной идее создать программу, которая будет самопроектировать. Вот, и чтобы вообще понять, и даже если вы не будете в этом нам полагать, даже если просто хотите выучить, там, ГРАС-КУПЕР или что-то делать, даже для этого все равно, что такое пространство поиска, это лучше понять, ну вот, чтобы дальше понимать, что мы говорим. Ну вот к этому мы пришли, как раз из-за того, что изначально поставили такую цель, программа, и все, пространство поиска, чтобы представить вот такую вот метафору. Представьте, что вы стоите на какой-то планете, у которой есть рельеф книги. Какой именно рельеф, вы не знаете. Там могут быть горы, обраги, впадины, хребты, холмы, в общем, что угодно. И туман на этой планете, не видно, ничего дальше вытянутой руки. У вас есть в руках навигатор, который показывает координаты горизонтальные, там, широко полгода на этой планете. И высоту над уровнем моря показывает. Вы можете ходить в тумане, получается, слепую, и смотреть на координаты и высоту. Можете в любую точку переместиться, и это будет так же быстро, как сделать один шаг. Ну, то есть телепортироваться, получается. И вот у вас задача найти вершину самой высоты горы на этой планете. И вот эта задача, на самом деле, решать такую задачу, находить вершину вслепую, это, по сути, решать любую задачу, хоть творческую, хоть техническую. Вот мы можем привести к этому. Потому что этот рельеф – это график функции, по сути. Для творческих задач мы график функции построить не можем, потому что эта функция, она не дифференцируема. И не можем сразу эти максимумы, минимумы, горы, впадины найти. И можем только вслепую искать. И вот в этом пространстве поиска координаты горизонтальные – это параметры проекта. Вот, то есть каждая точка в этом пространстве – это отдельный проект. Всего и бесконечное множество вариантов. Высота точки пространства – это, как бы, чем выше, тем проект лучше. То есть, чем проект лучше, тем выше будет его точка пространства поиска. И когда вот параметрическую модель мы создаем в графскопере, то мы там не рисуем заранее каузуру, там, как она будет выглядеть, потом там как-то это реализовать, нарисовать. Мы придумываем только алгоритм, а уже создаем, ну, как она выглядеть будет уже потом. И это больше напоминает поиск, а не непосредственное создание. Потому что там двигая параметры, мы смотрим, как она меняется, и, по сути, двигая параметры, мы ходим слепую по этим горам в тумане. И, ну, оцениваем, уже мы, как сами видим, если мы только красоту оцениваем, или там можем любые другие задачи оценивать, насколько она дорогая получается форма. Ну, что такое пространство поиска? Понятно? Да. Или четко за все задачи? Вот так работает. Есть такая штука, алгоритм оптимизации, которые могут как раз решать такие задачи слепую. Вот сейчас программа, она не знает, какой именно рельеф. Она просто трюкается, оптимизируется в тумане, туда-сюда. И постепенно она найдет сейчас вершину горы. То есть она не знает, какая именно функция, но она и находит ее максимум. Сейчас работают генетические алгоритмы. Ну, это один из алгоритмов оптимизации, который основан на принципах эволюции. Там все есть и эволюции, и поколения, и мутации, и отбор. И, получается, генетический алгоритм, он тоже может решать творческие задачи. Потому что эволюция же она создает, как можно сказать, произведения искусства. Живые организмы же можно считать произведениями искусства. Значит, мы ее можем и под своей целью приспособить. Но есть и другие алгоритмы оптимизации, у которых принцип такой же. Они тоже слепую могут находить. Есть имитация отжига, алгоритм поведения роя частиц, который моделируют, как пчелы, ищут мед. В общем, таких много, но мы пока больше всего используем генетический алгоритм. Потому что он позволяет очень много параметров нормально оптимизировать. Вот каждый параметр здесь. Здесь сейчас у нас 10 точек. У каждой точек по две координаты. Всего 20 чисел. Он, значит, ищет решение сейчас в 20-мерном пространстве. Потому что вот если только два параметра бы он менял, то он бы менял координаты по широте и долготе. Здесь у нас задача на неком рельефе посадить кубик в доме так, чтобы как можно дешевле было. Почему он в разных местах по-разному стоит? Потому что, вы видите, у него идут сваи, и у земли закупляются на метр восемьдесят. Зачем папа? Ну ладно. И если какая-то часть объема этого кубика какая-то по земле, то ее он считает так дороже. Потому что подвальный этаж строит дороже, чем на земле. Если он слишком высоко на земле поднимает, тогда длиннее получается сваи, и на них больше тона расходуется. И это опять повышается. И если на склоне ставить, то получается тоже нужно длинные сваи делать снизу, либо подвальный этаж сделать наполовину. То есть он должен найти такое место, где и такую высоту над землей, чтобы получилось как можно дешевле. Вот он бегает по рельефу и находит самое уютное место. И получается заранее же нельзя составить какую-то точную грязную функцию, которая учитывает все вот эти задачи. или изменения. Как самые красивые задачи? Дальше. Это еще надолго над этим работать. Следующим подходим. Самая красивая задача, самая дешевая, это все разные задачи, которые решают проекты. Их можно насчитать 150, если упростить, то их три. Польза, прожность, красота. Это разные задачи. Например, можно их разделить. Внутри пользы очень много задач отдельных. Внутри красоты тоже много задач. И некоторые задачи, они все друг с другом очень сложно взаимодействуют с этими задачами. Например, красота и экономичность, они обычно друг другу противоречены. То есть, если мы хорошо решаем красоту, то мы плохо решаем экономичность чаще всего. И между ними находится компромисс. И компромисс не так, что в посередине есть. В зависимости от приоритетных задач. Если у нас много денег, и мы ходим красиво, то у нас в задачи красоты больше приоритет, чем в задачи экономичности. И так со всеми задачами. Некоторые задачи, наоборот, друг другу помогают. То есть, решая одну задачу, это же решение, а на другую задачу тоже хорошо решена. Это, например, инсолиация и естественное освещение. Это разные задачи, но они решаются одинаково. Под обновлением окон, фонарей и все такое. Некоторые задачи нейтральны друг другу. Например, проводку провести, об этом мы вообще можем не задумываться, потому что ее не видно, она прячется в стену, и на цену сильно не влияет, даже если ее проводить. Но это тоже отдельная задача, но она нейтральна в отношении друг другу. В большинстве случаев, кроме этого, как стоит Wall Street, там у них есть эти суперкомпьютеры, которые торгуют на бирже, и там у них принципиально, что если на два метра дальше стоит компьютер от сервера, то уже на долю секунды дольше идет сигнал по проводке, и значит, позже трейдер совершит сделку. И вот там главная задача – провести проводку внутри здания. Она важнее, чем и красота, и все остальное. У нас в большинстве случаев… Ну, эта задача, она… Там вот очень высокий уровень идет именно вот эта задача. Нужно такое исключение. Вот здесь окно делается, оптимизируется. Изменяется высота подоконника, высота окна, ширина окна здесь, высота перемычки, ширина окна, и наклон стены. И рассчитывается, влез пятно желтый, это как солнце попадает, тот свет попадает. И от его площади, он считает, сколько попадает света помещение. Вот, и у нас тут три задачи. Это чтобы были отметки в окна, удобные, то есть подоконник на уровне столичницы, и перемычку головы не длиться. Вторая задача – это инсоляция, сколько света попадает в помещение. Третья задача – это цена, где можно экономичнее. Сейчас стоит одинаковый приоритет у всех трех задач, и он, генетический алгоритм, пришел вот к такому решению. Сейчас я изменяю приоритет у удобства и у цены, и главное – освещение становится. Сейчас он не будет уже подгонять вот этот подоконник и перемычки, не будет экономить, а будет только как можно больше света, чтобы попадало. Получается, как теплица такой сделает. И вот, вполне логично, что он на всю систему сделает окна, тепло. Вот там цифры – это сколько стоит этот ветраж. Там он рассчитывает. Он считает, что вертикальное окно дешевле, чем наклонное. Это тоже учитывается. Сейчас ставлю… Это в каких единицах? Кроме освещения, у высоты окна и его цены максимальные приоритеты. То есть, как можно дешевле, но при этом, чтобы было удобно смотреть в окно, и при этом не вас столько света попадет. Получится такой вот dot для абразура, в который удобно подойти, но свет попадает мало, и он не нужен, в принципе. Вот, получается, высокая наклонная и высокая наклонная. Теперь, уже закончилось? Проверка пропорций. Сейчас он будет создавать композицию из параллелепипетов, подгоняя их под золотое сечение пропорций. Пропорции можно создать любую. Тоже вначале это решение случайно, потом оптимизирует. И получается, он все отношения, практически между собой, все эти размеры, он их сравнивает друг с другом и проверяет, насколько это, ну вот это отношение отличается от пропорций золотого сечения. И дает нам как результат решения этой задачи отклонение от золотого сечения. Вот там на лицу показывается отклонение. Сейчас 20% отклонение. То есть, если все размеры, все отношения взять, их все сравнить с золотым сечением, то разница от золотого сечения будет 20%. Сейчас там 5, за сколько получилось? 15. Ну вот здесь получается 15% отклонения. Вот такую вот, за сколько там? За 30. За минуту 2 сделаем. Ну если ускоренный еще. Сейчас 1 к 2 пропорции. Ну опять ставится. Он уже будет под другую пропорцию оптимизировать. Здесь он не решает задачу сделать красиво, здесь он решает задачу сделать пропорционально. Задача сделать красиво состоит из кучи задач. Одна из них это сделать пропорционально. Некоторые задачи не представляем пока как проверить. То есть для того, чтобы нам решить задачу, нам нужно только узнать как ее проверить, как проверить ее решение. Если мы сможем точно определять, что красиво, а что нет, тогда мы сможем и создавать красивое. Вот с помощью алгоритиков оптимизации. Проверить насколько пропорционально это легко. И вот поэтому это смогли сделать. Сейчас мы структуру задачи поняли, что такое приоритеты там поняли, пространство поиска поняли, и такая сформировалась у нас общая. Общая большая схема, как программа в целом будет работать. Вот так она будет работать. Здесь провод по стрелочкам, все будет понятно. Исходная среда берется как какой-то массив данных. Там есть и рельеф, и окружение, и процессы, происходящие в среде. И берется набор переменных. Он будет изменяться. По этим переменам будет строиться уже, как бы изменяться эта среда, создаваться новая архитектура в этой среде. И вот здесь алгоритм построения модели. Он берет данные ситуации и вот эти переменные, и по ним строит модель. То есть модель должна суметь построиться по любым переменным, даже по случайным. То есть получится какая-то совсем не решающая никакая архитектурная задача, каша, но при этом ее можно будет проверить на решение разных задач. Вот эта модель идет в алгоритм проверок. Их может, ну вот сейчас здесь три, их может быть, их будет очень много. Они берут эту модель, проверяют ее на решение определенной своей задачи. Допустим, есть пропорции, они решительно проверяют, то там они берут разные размеры из модели и делят их на друга, сравнивают с заданной пропорцией и выдают оценкам, на сколько отклонений. Эта оценка умножается на приоритет задачи. Если нам очень важно сделать пропорцию, то мы эту оценку в итоге умножаем и увеличиваем. И так с каждого алгоритма проверки выходит своя оценка. Потом находится средняя между оценками, и это выходит оценка всего проекта в целом по нашим заданным приоритетам. И эта оценка идет уже в алгоритм оптимизации. В данном случае это генетический алгоритм. И генетический алгоритм изменяет параметры. По этим переменным опять строится модель, она опять проверяется по всем задачам, опять изменяет параметры, строится модель, проверяется, изменяет. И вот так вот эволюционирует, получается, проект. И на любом поколении, на любом круге выходит, по сути, проект. Только он вначале очень плохой и вообще хаотичный. А в итоге, я не знаю, может час, может неделя, может месяц будет, если вот так работать эта система, то он будет все улучшаться и улучшаться. И вот такой еще важный вывод по поводу вообще совершенного решения задачи можно сделать из этой метафоры про станцию поиска. Теоретически можно попасть на самую высокую горную планету. То есть можно найти идеальное решение. Но так как везде туман, и всю планету облазить полностью мы никогда не сможем, она очень большая, то мы, даже стоя на вершине горы, никогда не сможем с уверенностью сказать, что это именно вершина, именно самая высокая гора. Возможно, где-то будет еще выше. Через пропасть дальше будет там Эверест. Но мы можем вообще никогда не найти. Мы можем облазить через каждый километр по сетке всю планету, но при этом где-то вот там, где мы не попали, может быть очень узкая и высокая такая вершина, которую мы просто пропустили и в тумане не увидели. И поэтому, в принципе, эта программа, она может, ну так же, в принципе, и человек работает. Вот когда мы делаем там какой-то проект, ну, мы там сначала в виде эскиз или в виде модели, мы его изменяем как-то, то есть изменяем параметры. Там высоту, ширину разных элементов композиции, например, изменяем, изменяем и смотрим, что получается. Это проверка. Потом по результатам этой проверки опять изменяем параметры и вот так покрупнее двигаемся, постепенно изменяя свой проект. И, в принципе, нет такого, что недостижимо совершенное решение задачи. Но точно можно сказать, что никогда нельзя с уверенностью знать, что достигнуто именно совершенное решение. И при этом еще, если изменится приоритет задачи, то изменится весь этот рельеф на планете. Все пространство поиска изменится. Те вершины, на которые решалась какая-то задача, у которой был высокий приоритет, эти вершины станут низкими или даже вообще спаленными. Вот что здесь делать, это примерно понятно. Надо как-то придумать, как проверять красоту, как проверять полезность, как проверять экономичность, ну, проверять конструкцию. Многие из этих вещей уже давно есть, алгоритмы эти придуманы и работают. Но вот как построить модель по переменам, это мы еще не придумали и не сделали. Но там у нас было, где композицию составлены. Там просто переменные координаты дочек, луков этих пролитетов, по которым строятся были. Но в сложном проекте это непонятно, как именно строить модель, которую потом проверять. И вот одна из версий, как это делать, это сетчатые части структуры. Вот. Есть задача прочности, есть универсальный способ задания модели, чтобы проверить на прочность. Это стержни и узлы. Мы хоть даже монолитный объем на прочность проверяем, все равно на компьютере эта программа, она как будто очень мелкие стержни и узлы проверяет. То есть как будто очень сложная ферма. И, в принципе, даже на молитвенном уровне атомы — это узлы, связи между атомами — это стержни. Так что и табуретка, и небоскреб одинаково рассчитываются на прочность. Это по прочности. По красоте — это то, что рассуливая про ритмы. Она же говорила, что и мебель, и городской монсамбль одним и тем же законам причиняются. Так что это тоже универсальный метод проектного строения для любых масштабов и структуры. А вот для пользы такого нет. И вот у нас такое предположение, что для пользы универсальное строение — это все четыре части структуры. Она тоже на всех масштабах одинаково работает. даже на предметах дизайна и красостроительности. Так. Это сейчас какие вообще были алгоритмы построения модели? Ну, не алгоритмы, а идея алгоритма с самого начала. Вот самая простая — это если каждый конструктивный элемент здания в пространстве размечать по координатам. То есть у есть там какая-то инсталляция. В общем, журнале каком-то. Там мы появились в отдельные окна, в двери, лестницы, все это висит в воздухе. Вот, давай дальше. Если представить, что каждый кирпич, каждая стекла, каждая балка здания — это и его координаты. Это и есть параметры модели изначально, по которым строится модель. Тогда если делать случайный параметр, то получится вот такой вот хаос. И постепенно, если будут эти параметры оптимизироваться, эти кирпичики двигаются в пространство, будут собираться в стены какие-то. Эти стены уже будут составлять какие-то помещения. Но это строится такая модель, по такому говорю, очень быстрая. Но пространство поиска получается очень зашумленное, с мелкими овраговыми впадинами, и, в общем, хаотичное, в котором очень сложно, чтобы найти. И самое главное — в нем очень много измерений в этом пространстве. Потому что если здание состоит из миллиона кирпичей, у каждого кирпича три координата пространства, то, значит, в трехмиллионном мерном пространстве надо искать решение. Следующий вариант — это графикалия. То есть если модель строится по координатам точки начала и конца стены, и еще параметр стены, как же толщина и высота, задается. Здесь как бы уже меньше параметров. То есть если там для тысячи кирпичей, которые составляли стены, нужно было для каждого отдельные координаты, то здесь вся эта стена строится всего по пяти-шести числам. И вот так варфикайте, в ребите. В общем, в ПИМ-программах так строится только человеком обычно. Следующий вариант — это здесь создавать, будет как раз сетчатая ячейка структура, про которую подробнее там потом следующую. Это когда сдаются отдельные ячейки и сети, соединяющие их. Ячейками могут быть помещения чаще всего, а сетями — это какие-то коммуникации. То есть необязательно это, в котором люди ходят. Это могут быть и другопроводы, и даже беспроводная связь. Ну, про них подробнее потом, про все четыре структуры. И последнее вариант — это если с системами создавать, это так в живых организмах геномом задается форма живого организма. Никогда не родится такой мутант, у которого будет сердце подключено к кишечнику, или мозг будет в пятки. Всегда даже может родиться мутант, у которого будет шесть сердец в такой случае было. Но они все это подсоединены как кровати. И получается в ДНГ не задаются параметры взаимного расположения ячеек и сетей. То есть ячейки — это отдельные органы или полости организма. А сети — это, ну понятно, нервные системы. В геноме не изменяется взаимное расположение внутри системы. То есть сердце всегда будет в калорте подсоединяться, мозг всегда будет в спинного мозга подсоединяться. И эти системы, они только изменяются параметры элементов этих систем. То есть может сердце меньше или больше быть у младенка, когда родится. Ну вот такие вещи только изменяются. Иное количество элементов тоже меняется. Может там три почки быть, но они все равно будут на том же месте и так же подсоединены. И это очень на самом деле ограничивает. Но как в архитектуре это. От кухни всегда идёт канализация и водопровод подву в дверь. Никогда не будет так, чтобы там... Чаще всего коптится, но злом будет рядом. То есть две ячейки рядом, как сердце и почки, они, как говорится, входят в средину. Могут быть не рядом, но всё равно они должны быть так, чтобы меньше была травопровод канализация. Чтобы там реже, где-то было и быстрее. Коммуникация осуществлялась между этими двумя ячейками. Вот, давай дальше. Про сечественную ячейскую структуру, которая была в последнем, про неё подробнее. Почему это именно во всех масштабах архитектуры работает? Вот, допустим, гростроительство. Даже не гростроительство, а на уровне страны, карты страны. Отдельные города – это ячейки. Дороги – это сеть дорог. Ячейки очень маленькие по сравнению со расстоянием между ячеями. То есть у нас главной становится сеть. Ячейки, они друг другу не соприкасаются и далеко друг от друга. Дальше. Следующий уровень – это генплан какого-нибудь посёлка. Когда ячейки становятся достаточно близко друг к другу, ячейки здесь – это уже микрорайоны, кварталы, такие вещи. Они уже друг с другом соприкасаются, и у них образуются границы. И на всех следующих уровнях всегда между ячейками будут границы. И чаще всего по границам ячеек делаются и сеть. То есть дороги они всегда разделяют портал. Но может так и не быть. Может там подземная система дорог будет. Но вот так просто проще. На уровне здания, вот есть трёхэтажные офисные здания, то вот красная сеть – это горизонтальная и вертикальная коммуникация. Это коридоры и лестничный лифтовой узел. А ячейки – это отдельный офис. Здесь они тоже друг с другом граничат. Между ячейками образуются границы. Здесь каждый офис отделен перегородкой друг от друга и от коридора. Уровень интерьера. Вот на первом этаже, когда грязная погода будет, обратите внимание, что следы грязные от ботинок идут. Самые толстые, самые грязные идут к лестнице. Чуть потоньше идёт гардероба. И ещё чище идёт к двери, которая туалетом идёт. Больше всего идут наверх сразу, наверное. Меньше заходит гардероб. В общем, внутри интерьера сеть – это потоки людей. И они уже не отделены перегородками, эти потоки. Вот здесь у нас ячейки – это рабочее место за каждой партой. А сеть – это проходы между партами. И у каждой ячейки есть какое-то своё свойство внутреннее пространство ячейки. И если у двух ячейок одинаковые эти свойства, то между ними можно не делать перегородку. Вот между двумя людьми, сидящими за партой, то есть между двумя ячейками, не должны быть разницы между температурой, влажностью, воздухом и всего остального. Поэтому не делай там перегородку. А если две комнаты – это санузел и аудитория, то там разные параметры среды в них. Ну, тоже не температура, там зашумлённость и, я не знаю, запах – тоже параметры среды в этих ячейках. Поэтому их всегда отделяют. И вот если сделать хорошую вытяжку на кухню, то можно убрать стенку среди обвинительной стены. То есть уже для кухни не нужно свои свойства, пространства. Можно уже убрать перегородку от гостинок. И в интерьере часто уже без перегородок всё. Вообще даже в предметах дизайна тоже и ячейки, и сетки. В ноуте есть ячейка для жесткого диска, есть ячейка для аккумулятора. И есть между ними сети – это какие-то схемы. Ну, вот это получается функциональность. Можно строить на всех уровнях одинаково с помощью вот такой вот системы. Всё. Или последний? Последний слайд. Что там? Что там? Что хотим сделать? Ну, это и так понятно, с самого начала сказали. Лабор, в общем, курсы для того, чтобы расширить, сформировать команду. Проведение презентации, лекции в аршопах. Это, в общем, тоже будем делать. И курсы по городской пробуре. Ну, вот то, что я вначале говорил. То, что там каждый архитектор или программист может что-то добавить, и это всё общая копилка знаний будет сама в себе работать. Вот. Сейчас если как на практике реализовать, в аршопе какие-то отдельные там компоненты, их можно объединять в кластеры, можно выкладывать, из одного алгоритма в другой переставлять, соединять по-разному другу с другом. То есть, по сути, чтобы много-много людей каждый делал какую-то часть, и потом эти части можно объединять, и при этом каждый человек уже может объединённым алгоритмом пользоваться. Это, получается, как открытый исходный код. Например, браузеры Google Chrome полностью программировались, там куча людей, которые между собой не знакомы, в реальность не виделись, и пишут код, какие-то части другого программитируют, изменяют, и приходят по 10 верстей в день этого браузера. В Mozilla Firefox лучше разрабатываются с открытым исходным планом. Windows — с операционной системой. Android — для мобильного устройства с операционной системой. Вот эти разработки, они не какими-то корпорациями с небольшими лабораториями приведутся, а вот так вот со всего мира программисты. Я там с пивом, с чипсами, и что-нибудь бесплатно дописывают, чтобы потом бесплатно пользоваться. Вот так. Ну и поэтому эти программы бесплатные. А иначе нельзя. Нельзя бесплатно. Такой вот цифровой коммунизм. И сейчас вот программы с открытым исходным планом, они всё догоняют, догоняют в их властях коммерческие программы, проприетарные программы. — Потому что в Internet развивает всё на самом Windows. — Да. — Ну, Windows сейчас там сколько, 10% или даже меньше? Ну, среди всех. — Ну, Android вот она самая популярная среди мегалитиков. Популярнее, чем iOS. — Ну, вообще, это не только программы. — Вообще, это называется краудсорсинг, и, получается, и переводы, и книг там, и фирмы, и субтитров делают. — Еще так развиваются стили и направления в искусстве. Дальше, в недавнее время, наверное, так развивались течение в науке даже. Когда там любая разработка любого ученого, она на всех конференциях, там, статьях, на разных газетах, на всеобществе не представляется, а потом каждый начнет сходить на чем-то выполнять. Ну, а направления стиля в искусстве они не могут в другом развиваться. Нельзя запретентовать стиль или продавать лицензию на стиль. Не можно так принять рассудить денег для кого-то, который сделает стиль параметризм. И все, кто делает проект параметризм, они как-то развивают этот стиль. И можно сказать, что вот это культурное явление как стиль Непропетровский тоже. В общем, в Харькове, сейчас в России, наверное, состоится параметризм – это УКХ. Там больше всего активность проявляется. Курсы уже два с половиной года идут. Еще в Харькове, как он, Андрей Павлов. Он там одиночку все ведет. Сейчас Никита Городецкий, он ездил в маршоп к Андрею Павлову, и сейчас расскажет, что там делает. Андрей? Алло, алло. Да? Слышишь там? Нет, ничего. Очень большое запоздание во времени. В трансляции, да. В трансляции уже всегда много. Хорошо, тогда я так прямой речью расскажу. Значит, вчера ездил в Харьков. Поехали там ребята, вот это Андрей, о котором вы только что говорили, и его друг Агдан. В общем, мы познакомились. Очень приятные студенты. Ну, пока студенты, они, конечно, этим занимаются. У них есть время, у них есть деньги. Ну, как бы, родители поддерживают. Но на этом энтузиазме мы, наверное, больше всего можем сделать. Так вот, там была девчонка. Ну, вот я буквально на 15 минут успел на их воркшоп. И там была девчонка, у нее на парте лежал учебник по С++. У меня это пара и газила. Оказывается, это студентка архитектурного факультета. Первое образование у нее было программист. Вот. Так что перспективы городскупера возрастают, потому что программисты нужны. И она что-то собиралась делать с батарейкой. Они называют узлы батарейками. И говорит, что может написать на С++ какую-то штуку под архитектором. Это что касается харьковчан. Если что, если вы меня хотите перебить, пишите текст. Так вот, ехал, это первая часть моего комментария. А вторая часть, я ехал, когда в Харьков, я заметил, что деревья поражены каким-то недугом. И там на них какие-то штучки висели, живые. Это как кусты, я не знаю, как их отрицать. В общем, они... Андрей Павлов из Харьков, он сделал алгоритмом городскуперовским такое издание. И в нем вырезы или не вырезы на основе точек, он тоже спроектировал какую-то форму. Простое моделирование в городскупере. Но мне это напомнило, как поражают деревья. Вот эти паразиты, биологические структуры. Они тоже вырастают из одной точки. И они шариками такими на деревьях распространяются. И они вот по всей трассе все были. Я подумал о том, что мы, наверное, приблизились к природе таким образом, через городскупер. В общем, городскупер делает нас ближе к природе. Спасибо. Вообще вот такой вопрос был. Стоит ли объяснять городскупер, ну вообще идею программы этой, не архитектором? Ну вот опять же, программисты, которые там бывают. Программисты, например, очень много там учебных. Артур Ишмайев там варьер нашел. Программиста, который занициировал все идеи и писал флаги. Да. Ну вот что об этом думает, что это объясняется и не архитектором? По поводу архитекторов. Ну вот я некоторое время назад хотел получить второе образование программистом. Дело в том, что второе образование – это нужно в институт поступать, все такое. Как бы мысли летают, летают эти. Но времени-то нет. И выходит, что легче самообразованием заняться. И вот находятся такие вот помощники. Это вообще как бы удивительно, что у них есть и время, и желание, и возможность учиться на двух специальностях. Удительные люди. Им надо рассказывать. Надо рассказывать, искать программистов-помощников. Себе. Как, чтобы там рендерить, сайдер, 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 сайдер? У него можно и само рендерить, можно и в любом формате экспортировать. Там, хоть и мастер. Так же. И бурей к нему есть. На C++ можно написать IT или написать флагин, который ты сам. Вот это и экспортировать. Любую батареечку можно самому написать на C++ или на C++. В принципе, все то же самое можно составить и с IT-батарейки. Любую такую же программу. Вообще, чтобы стать археекторно-перметристом, нужны какие-то такие знания, которые не специфичны и обычно не пригодятся по обычному проектирую. Во-первых, это математику надо хорошо знать. И иметь технический спорт ума, не гуманитарный, а большую сторону технического. Математику – это достаточно школьный вопрос. То есть там стереометрию, тригонометрию, начало анализа. Нужно хотя бы знать, где найти, если этот вопрос будет возникать. И знать там все эти термины и стереометрию, чтобы просто понимать. Не подать там сектор спорта, не подать грань с ребром. Вот такие вещи, просто чтобы друг друга понимать. Еще нужен вкус не такой, который рисовать вам штриховать восьмерочкой помогает вкус. А вкус как способность оценить, ну, наверное, красиво или некрасиво, и насколько красиво. Вот такой вкус. Насмотренность, ну, к примеру. То есть такой вкус может не помогать рисовать какие-то красивые паузоры. Но здесь, получается, нужно смотреть на то, что создает этот параметрический модель. Изменять параметры, опять смотреть, изменять параметры. Смотрите вот так тысячу раз. И, получается, нужно уметь оценивать. Вот такие вещи. Вкус и технический склад ума. Они как бы немного отличаются от обычного. Нужного архитектора. Ну, вообще, на начальном этапе, когда начинаешь изучать, получается такой вопрос. То, что, если тут, может, за секунду сделать то, что ты раньше делал, там, в месяц. То и так ли это красиво? И уже начинаешь задумываться о других. Если делать без Гросскупера то же самое, что здесь, то это уйдет в месяц, и это, по-любому, будет красиво. Потому что много труда в этом было вложено. А здесь, когда то же самое делается в секунду, уже какие-то новые горизонты, что такое красиво, а что нет, уже начинаешь додумываться. Потому что не все, что сделано в Гросскупере, не все, что сложно, но, на самом деле, красиво. А раньше с Гросскупера об этом нельзя было додуматься. Сколько параметризм или каких было? Самое масштабное, в чем применяется параметризм, это как раз таки в непараметрических проектах. Вот, из Штолбекеры, была такая лекция, там они, ну, они реально фирмы, которые выполняли заказы, получили технологию. У них было три вида заказчиков. Самый большой и самый прибыльный – это большие организации, которые нанимают этих архитектор-программистов как прослойку между главным архитектором и конструктором. Ну, просто, если архитектор нарисовывает какую-то красивую штучку, чтобы ее суметь построить, чтобы там разбить на детали, рассчитать все длинные, все размеры, для этого нужно вот прекрасно. Получается, становится параметризм обслуживающим таким, как мы брали. Второе, это второй тип заказчиков, блогу этой фирмы – это самый ценный, это когда приходит просто человек и говорит, я хочу красиво. Вот там уже можно в чистом виде параметризм применять. Это самый редкий заказчик. Ну, и третий тип – это когда они сами скидываются, ничего не устроили скамейчика, вот так вот, либо резецка, просто, чтобы как-либо обслуживающим. поэкспериментирующим. Ну, вот, в общем-то, почти все работы, которые мы показывали, почти все именно так и сделаны. И, кроме того, как обслуживающее направление, оно во многих известных во всем мире проектов, которые даже здесь висят, они применяются. Там вот это птичье гнездо в этом содеоне-то. Ну, вот, многие такие модернистские проекты, которые к хай-кейпу относятся или к неконструктивизму, другим стилям, они просто нуждаются в этом, в алгоритмизации, просто чтобы существовать, чтобы можно было реализовать. Но вообще Шамахер, автор манифеста параметризма, он противопоставляет параметризм всем остальным стилям. Он говорит, что будет война стилей, и параметризм станет глобальным стилем, как когда-то стал модернизм в начале двадцатого века. И сейчас главные конкуренты — это деконструктивизм, который уже загибается, становится аккуратным, и минимализм. Минимализм — это такой маленький возврат к модернизму. Но он говорит, что в будущем будет основным стилем манифеста. Как в начале двадцатого века стал модернизм с стеклом, бетоном и параметризм. Сейчас надо это вопрос задавать и спорить. Там английская, но там не сложно это понять. Там все картинки. Ну, посчитать, конечно… Понимая английская, конечно, ускорит процесс, но можно и по картинке. Это, получается, основа рабочая? Покажи даже, открой. Там будет трехмерная среда и окно, где… То есть делится обычно либо на два монитора, либо на полэкрана. Левая сторона — это трехмерная среда, обычная всякая программа. А справа — это полст, на котором нужно создавать соединение между собой ноды. Вообще, это… Вот есть языки программирования, они делятся на разные группы. Есть большая группа — это нодовые языки программирования. Графические такие создаются блоки, соединяющиеся с другими блоками. Ну, вот для архитекторов, самые заточенные архитектор и дизайнеров — это благослуковые. Но есть и другие программы, где вот так же создаются скрытки. Самая, наверное, самая близкая — это 4V. Она больше для дизайнеров, которые создают интерактивную инсталляцию. Там тоже вот такие блоки, которые соединяются, только там сверху вниз идут. И они такие все черно-белые. Ну, вообще, это первое нодовое язык программирования, он появился там в 90-м вообще. Да? Да, даже раньше. А, да. Кстати, в музыке это… Сейчас музыка очень параметрическая. То есть, музыка… Вот развитие музыки очень сильно отменяет архитектору. То есть, архитектору за ней придется. Ну, есть программы, которые сами музыку создают. Это уже нормально. Все совсем согласны, что ли? Как так? Здорово. Тимон, ты можешь недостатки сказать? Что? Недостатки сказать можешь? Так. Почему? Нет, недостатки. Недостатки знаешь какой? То, что… Чтобы что-то получилось, нужно сначала очень долго делать, и только… Ну, как сказать? Вот в какой-то там организации, у кого-то у кого-то, в два года человек создавал программу, который в итоге сразу выдал 800 чертежей. Он мог эти два года эти 800 чертежей просто чертить. Он может даже за год начертить его. Но он делал программу, и в конце одним нажатым кнопкой за один день все 800 чертежей выдал. Самое главное – это, что потом еще раз нажать на кнопку, он опять 800 чертежей выдаст. И уже опять за один день другого объекта. Вот это такой вот. Вначале нужно очень долго делать, зато потом это будет очень быстро. Это можно считать недостатком. Наверное. Но на самом деле… Но все равно же они же накапливаются. Вот… То, что накапливаются – это да. Пока еще мало что накопилось, я же тоже могу что-то доказать. В итоге наше обучение дает такой же эффект. Слушай… Архитектурное обучение. Вот мы учимся, 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 чтобы потом… Умереть. Чтобы потом, когда будем работать, вот раз и создать проект. Это то же самое. Я просто аналогию продам. Нет. Когда ты будешь работать, ты раз и создаешь проект. А мы здесь получаем всех… Нет. Но все равно какие-то алгоритмы у нас. Пока мы учимся, накапливаются дальше. Получается, очень долго учим, учим на компьютер, а потом он раз – быстро делается. Получается так. А планы… Недостаток. Планы учиться. Недостаток. 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 Чувствуешься как объяснить, как ты хочешь. Надо перестроить свое мышление для этого. Есть. Вот в Маркии курсы там, когда проводили… Они вот… В точку зрения они… Ради у них этих подкастов… Вот там одна передача была про сложности внедрения параметризма структурной школы в России. Там они говорили, что… Ну, во-первых, там преподавателями это не очень понимается. Ну, и даже запрещается. Но это… Сейчас к этому уже… Это вот два года назад это было вообще явно. Вот ЛГК Саша Булдырева, она говорит, что когда первый раз подошла к преподам, сказала, что хочет курсы проводить, ее послали просто. Потом она стала независимо от университета проводить курсы. И до сих пор, вот, уже два с половиной года ведет. И сейчас это уже намного… Ну, как… популярнее, и поэтому проще принимать за это наводение.